Уважаемые коллеги, всем добрый день. И этот видеоурок посвящен изучению электрических варочных панелей компании Куперсберг. В ассортименте компании два вида электрических варочных панелей, то есть и тот и другой вид, подключаются к электросети. Но есть разница в принципах работы данных варочных панелей. Во-первых, это хайлайт. Всем знакомый вам, это традиционная технология нагрева с помощью вольфрамовой ленты и стеклокерамического покрытия. Технология представляет собой поступательное движение из четырех шагов. Во-первых, под действием электрического тока повышается температура ленточных нагревателей элементов. Затем тепловая энергия передается стеклокерамике от нее к посуде и только после этого от посуды к готовящемуся блюду. Это традиционная технология с использованием электрических нагревательных элементов. Второй вид электрической варочной панели – это индукционная. Индукционная – это тоже электрические варочные панели, и они работают от сети 220 вольт, но по совершенно другому принципу. Дело в том, что при включении панели по виткам контушки индуктивности начинает идти переменный ток частотой от 20 до 100 кГц, который генерирует электромагнитное поле. И если поставить на конкорку металлическую посуду, способную намагничиваться, то в самом металле этой посуды возникают вихревые токи, под воздействием которых посуда начнет нагреваться и передавать тепло продуктам. То есть, как видите, принцип работы этих электронных варочных панелей совершенно разный. Хайлайт. Он все больше и больше отходит на задний план в силу высокой энергозатратности. И такие варочные панели менее безопасны в связи с высоким нагревом стеклокерамических комфортов. Да и КПД таких электрических варочных панелей не более 30%. В то же время до сих пор варочная панель электрическая продается, так как она ниже по цене по сравнению с индукцией. Если говорить про индукцию, то здесь есть большое количество преимуществ. Во-первых, средний расход электроэнергии в полтора раза меньше, чем у Хайлайта. Скорость нагрева конфорок быстрее в 2-3 раза, чем у стеклокерамики. Поверхность индукционной плиты всегда остается холодной, так как в результате индукции разогревается лишь дно самой кастрюли. Кстати, это очень образно показано на представленной здесь фотографии. Ну и стоит помнить, что КПД индукционной варочной панели составляет более 90%. Хайлайт прежде всего боится царапин, особенно от кристаллов соли и сахара, точечных ударов и многократного нагрева грязной поверхности. От этого варочная поверхность быстро выходит из строя. А индукция больше всего боится неправильной посуды, потому что для индукционной плиты подходят прежде всего кастрюли и сковороды со специальным магнитным дном. Хотя и другая металлическая посуда на них разогревается. Но об этом мы еще с вами поговорим. Итак, небольшой эксперимент. Ставим тест, за какое время согревает литр воды в комфорте Хайлайт. Ставим на комфорку. Используем сенсор. Выбираем нужную. Нажимаем, удерживаем. И засекаем. Продолжаем эксперимент. Теперь на индукцию. Литр воды. Индукция. Обычный режим без бустера. На девятке. Старт. А теперь давайте рассмотрим сходные характеристики и функции, которые присущи варочным панелям компании Куперсберг вне зависимости от принципа их работы. Ну, во-первых, ширина варочной панели может быть разная. Это 300, 450, 600 и 900 миллиметров. Обращаю ваше внимание, что не так много на рынке компаний, которые выпускают варочные панели шириной на 900. И здесь мы имеем очень серьезные преимущества по сравнению с другими компаниями. Дальше. Дальше. Количество комфорок. Их может быть 2, 3, 4 или 5. Конечно же, все модели различных типов работы электронной варочной панели выпускаются в двух стилях. Как классик, так и хай-тек. Цвета стеклокерамики тоже разнообразные. Это черный, белый, бежевый и бронзи. Страны сборки. Турция и Китай. Ну и, конечно же, сходные функции, сходные особенности варочных панелей. Этой, что та, что другая, очень удобны в использовании. Очень удобны в эксплуатации. Теперь переходим непосредственно к конкретным характеристикам. Конкретным функциям, которые присущи и тем, и другим варочным панелям. Ну и те, и другие варочные панели изготовлены на основе стеклокерамики. Причем стеклокерамика самого высокого качества. Это лучшие компании. Такие, как НЭК Япония, Илва Италия, Еврокера Франция и Кангер Китай. То есть, все эти стеклокерамические поверхности от этих производителей, кстати, ведущих производителей в мире, отличаются суперпрозрачностью, гладкой текстурой, устойчивостью к грецким перепадам температуры, ну и, конечно же, простотой в уходе. Следующий момент. Это мультифункциональный таймер. Причем таймер можно настроить на автоматическое приготовление пищи. То есть, программирование по времени и режимам приготовления блюд. Автоотключение варочной панели по истечении времени программы. Ну и многие другие функции, допустим, такие как будильник. Есть таймер на отключение при длительном отсутствии действий. Есть очень интересная функция автоматики закипания. Выбрав девятку, появилась буковка А, и мы ставим пятерку. Буковка А горит, и пятерочка горит. Что это означает? Что сейчас все-таки идет нагрев на девятке, но вернется она через определенное время на пятерку. Вот вам и автозакипание. Стоп-энд-гоу. Эта функция отвечает за мгновенное отключение нагрева и моментальное возобновление работы. Программа позволяет одним нажатием пальца остановить процесс приготовления пищи и при необходимости отлучиться. И заново запустить процесс приготовления по возвращении. Следующий индикатор остаточного тепла. Он остается включенным до тех пор, пока поверхность не остынет. Благодаря данной функции просто определить, когда можно приступить к уборке зоны нагрева после приготовления пищи. Обратите внимание на рисунок, там красным выделена буква H. Так вот, как только вы выключили варочную панель, конфорку, буква H большая. Когда температура все больше и больше снижается этой выключенной конфорки, буква H становится меньше, а затем совсем исчезает. Это говорит о том, что конфорка остывает все больше и больше. Давайте паузу покажу. Все, через 12 минут у нас гречечка сварилась. Угу, крышечкой гречку накрыли и тут звонок в дверь. Что можно сделать? Можно нажать на паузу. Все, время зафиксируется, буковки P появятся, что означает, она находится в режиме ожидания. Потом вернуться, паузу отжать и все, она продолжит дальше готовить. И время продолжит дальше, обратный отчет. Блокировка. Блокировку нажали. Ага, нет. Индикатор остаточного тепла, буковка H и блокировка low. То есть все, можно брать, протирать. Если конфорка очень горячая, то горит, буковка H большая. Если конфорка более-менее остыла и можно протирать, будет аж поменьше. Переходим к следующей функции. Это зона расширения. Обращаю ваше внимание, что в хайлайте есть две зоны расширения. Одна из которых изменяет границы горелки в зависимости от формы и размеров нестандартной посуды. То есть, если вы поставили на горелку кастрюлю большего диаметра, то у вас есть возможность расширить зону под дном с тем расчетом, чтобы вся кастрюля была задействована на конфор. Плюс к этому есть еще и зона расширения утятницы. Это вот посмотрите внизу правый рисунок. И функция расширения позволяет увеличить границы горелок в варочной панели, обеспечивая при этом равномерное распределение тепла. В индукционных панелях зона расширения обозначается как флексизон. Она имеет более расширенный функционал. Мы с вами об этом еще посмотрим в видео. Но смысл в том, что зона расширения позволяет использовать посуду разного размера и формы. То есть наличие программы, раздвигающей границы конфорок, идеально подходит для размещения посуды большого объема и нестандартного вида. Вот как работает мост. Выбираем одну конфорку, устанавливаем мощность. И подключаем мост. Подключилась вторая конфорка. И вот так вот проводим. И они совместно в паре регулируются. Теперь, например, я могу разомкнуть мост. Здесь я жарю, к примеру, овощи. А сзади запекаю стейк. Поэтому одну сковороду я могу использовать на разных температурах. Ну, понятно, что температура будет распределяться. И, наверное, выровнется. Но, тем не менее, друзья мои, отдельно можно ремблировать. Что мне больше всего нравится в мостах? Я не хочу готовить спереди, я не хочу готовить сзади, я хочу готовить посередине. То есть, если ты хочешь посередине использовать посуду на варочной поверхности, какая поверхность тебе подойдет? Та, у которой есть мост. Любая посуда подойдет, у которой расстояние будет такое же, как и вот эти центральные части. Отметки, крестики. То есть, это центр комфорта. И вот если их затронуть в дно посуды, обе программа позволит запитать их совместно, и они будут вдвоем нагреваться. Мост дает возможности, какие ты можешь готовить прямоугольную посуду на разных температурах, на общей температуре, можешь готовить на передней, на задней и на середине. Но это очень удобно. Там еще и с таймером есть настройки. Ты можешь таймер настроить на одну комфорту, потом перемещая на другую, у тебя таймер не сбивается, он сохраняется. Перемещается ли он за посудой? Момент уточнен. Он тоже очень интересный. Друзья мои, поэтому FlexiZone вещь крутая. Ее просто нужно понимать, ее нужно оценить. И красиво объяснить. Следующие сходные функции – это слайдер и сенсорные кнопки. Это все к вопросу об удобстве использования в варочных панелях. Ну, слайдер. Понятно, что это удобное управление одним пальцем без повторных нажатий. И благодаря встроенной функции слайдера можно легким движением пальца быстро настроить параметры варочной поверхности, связанные с мощностью нагрева конфорки. Такая функция экономит время и помогает в готовке. Ну, действительно, легче всего просто провести пальцем, нежели тыкать на какую-то кнопку и дожидаться, пока повысится уровень. Ну, и второй момент удобства – это сенсорные кнопки. Все варочные панели с сенсорным управлением предполагают только касание к панели. Кнопки лишь предполагаются и обозначаются подсвеченными символами и текстом. Тонкость регулировки такая же, как при кнопочном наборе, однако плоская панель исключает накопление грязи и пыли. Ну, и еще одна функция, которая присуща обеим варочным панелям, как хайлайт, так и индукции. Это 9 уровней мощности. Коллеги вам могут задавать клиенты вопросы, что за 9 уровней мощности и что на них можно готовить, так вот вы всегда можете об этом рассказать. Кстати, все эти 9 уровней мощности прописаны в руководстве по эксплуатации каждой модели. Итак, первый и второй уровень – это деликатный разогрев, нежное томление и медленное нагревание. Третий и четвертый уровни – это разогрев, активное тушение, приготовление риса. Пятый и шестой – приготовление блинов и оладий. Седьмой и восьмой – пассирование, приготовление макаронных изделий, пасты. И девятый – это обжаривание при непрерывном помешивании, запечатывание, то есть обжаривание стейка, разогрев и кипячение воды. То есть девятый – это всегда самый мощный уровень работы варочной панели. Теперь о сходных характеристиках варочных панелей по безопасности. Во-первых, это блокировка от детей. Далее – автоотключение при переливе. Автоотключение при неиспользовании. Ну и еще одна сходная характеристика безопасности – это самодиагностика неисправностей. То есть всегда на панели будет возникать при неисправностях значки, что нужно проверить. При этом варочная панель автоматически отключается для того, чтобы не выйти устроен. Как срабатывает защита от перелива. Ой, какой же я неаккуратный. Ну и небольшой тест на отключение при переливании. 15-20 секунд, думайте, отключается. Самодиагностика. Можно ли отнести это к безопасности? Мы, всегда открыв инструкцию, можем прочитать, что есть там сзади такой раздел, где написано. Если у вас на дисплее появились коды ошибки, то проверьте напряжение, проверьте подключение, проверьте проводку. Может быть у вас там грызуны завелись и так далее. Что варочная поверхность делает? Она ломается, умирает? Нет. Она отключается. Условно, был скачок напряжения, вы приходите домой с работы, смотрите, у вас там Е001, например, что произошло. Если бы она не отключилась, она бы сгорела. А так она отключилась, сработала система защиты. Вы по Е001 или там 002, не помню, в инструкции поняли, что был скачок, пошли в тумблер, включили, выключили, вернулись и продолжили готовить. Поэтому самодиагностика важный момент, поэтому мы его пишем, каталоги на сайте. Это раз, безопасность, это гарантия того, что она не сгорит. Два, это то, что вам не придется вызывать сервисного, сервисного центра дорогостоящего мастера, где и вызов, диагностика стоит денег, потому что не включается и включается. Звонишь в сервис, он говорит, ну, ой, ай, далеко, ой, загрузка, в общем, 5 выезд, 5 диагностика. Чтобы этого 10 не было в сумме, за просто так, за тумблер, щелк-щелк. Есть самодиагностика. Конечно же, покупатель хочет, помимо того, что функционально, удобно, надежно, он хочет и безопасно, естественно, а в безопасности автоотключение при переливе. Конечно же, есть во всех моделях. И автоотключение, если забыл включенный. Однажды у меня покупательница спрашивает, есть у меня автоотключение? Я говорю, конечно, есть. Она плохо. И ушла. Я говорю, в смысле плохо? Куда вы? Это же хорошо. Она, да нет, вы не понимаете, я просто наночасавлю, там, условно, холодец варить. Вот, и мне нужно, чтобы ворачивать поверхность часов 6 сама работала. А так она у вас автоотключение, она же отключится. И вот тут, друзья, надо понимать, что, да, она отключится, если находится в бездействии. Но, опять же, отключится через разное время. Если на девятке, она отключится через час. На восьмерке, через час. На семерке, на шестерке, через 2 часа. И так вот на понижение мощности идет увеличение времени отключения. Поэтому 6 часов для хаша нужно будет выбрать двоечку. И на этом режиме приготовить. Теперь несколько слов о дополнительных функциях, которые есть исключительно в индукционных варочных панелях. Во-первых, это бустер. Программа бустера обеспечивает ускорение процесса нагревания конфорок и позволяет буквально в считанные мгновения достигнуть необходимой температуры для готовки. Функция бустер больше всего востребована для нагревания большого объема воды. Допустим, вы кипятите чайник или быстрого раскаливания сковороды для ее дальнейшего использования. Активированная функция дополнительную мощность берет от соседней конфорки, задней или передней. Теперь тот же самый литр воды из-под крана. Та же самая посуда. Та же самая варочная поверхность, но с режимом бустер. Ага. 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 И подключаем бустер. Поехали. И еще одна дополнительная функция, присущая индукционным варочным панелям. Это вспомогательная функция готовки. Это не что иное, как функция поддержания тепла. И здесь можно использовать ее для трех различных режимов. Первый режим это растапливание или разморозка. То есть вот в пределах где-то 50 градусов Цельсия. Второй режим. Нагрев или поддержание температуры. Здесь уже порядка 70 градусов. И режим тушения постоянный. Температура в данном случае близка к температуре кипения, что полезно для медленного приготовления пищи. Здесь уже температура порядка 90 градусов. Вот такая удобная функция, которая есть в индукционных варочных панелях. Давайте попробуем развеять несколько устоявшихся мифов касательно индукционных варочных панелей. Первый миф. Нагревается только специальная посуда. На самом деле нужно очень постараться, чтобы найти посуду, которая бы не нагрелась на индукционной варочной панели. Плита, кстати, разогреет и простой советский эмалированный ковшик. Здесь весь смысл в эффективности и долговечности работы плиты. Если вы хотите, чтобы панель работала достаточно долго и быстро готовила, то используйте посуду со специальной маркировкой на дне. Кстати, об этом подробно рассказано в руководстве по использованию индукционных варочных панелей. Следующее заблуждение. Индукционное излучение от варочных панелей опасно. Ну, что здесь можно ответить? Во-первых, любая бытовая техника, будь то микроволновая печь, телевизор, компьютер или сотовый телефон, в обязательном порядке создают электромагнитное поле. При этом бытовыми устройствами создается низко- или среднечастотное поле, которое не представляет опасности для пользования. Стоит также помнить, что львиная доля магнитного поля подключается самой индукционной плитой. Ну и вдобавок специалисты давно разработали и внедрили нормы излучения для таких плит. Если вы следуете простым правилам эксплуатации, то индукционная варочная панель не будет повышать электромагнитный поток. А они следующие. Ставить посуду нужно в центр конфорки. Использовать посуду с феромагнитным дном. Не применять посуду с неравномерными краями и неровным дном. А диаметр посуды должен совпадать с диаметром конфорки. Вот это самые лучшие рекомендации для того, чтобы индукционная варочная панель не напрягалась и не повышала уровень электромагнитного излучения. И еще. Главное, кому нужно посоветоваться с врачом или производителем перед покупкой, это люди с установленными кардиостимуляторами. Кстати, все эти правила прописаны в руководстве для пользователей. Следующий миф. Варочная панель шумит при работе. Ну, да, она более шумная, чем обыкновенный хайлайт. Но это обусловлено самим принципом работы индукционной варочной панели. Давайте разберемся с шумами. Об этом вы можете предупреждать заранее своих клиентов, но только не пугая их. Ну, во-первых, один из самых распространенных звуков, который издает индукционная плита, это такой, ну, вот, некий низкий гул. Именно его многие начинают пугаться. Не нужно этого делать. Обычно это пугаются те, у кого нет опыта эксплуатации данной плиты. Дело в том, что звук возникает, когда используется режим повышенной мощности. А при переходе с максимальной мощности на меньшую, шум уменьшается или вообще пропадает. Следующий вид шума. Это звук гула вентилятора, который резко возникает и также резко пропадает. Вентилятор включается автоматически при перегреве конфорки. Поэтому может пугать неопытного пользователя. Если шум легкий и ровный с тиканем, как у часов, тогда беспокоиться вообще нет необходимости. Это работает ограничитель. Либо такие звуки будут на низких мощностях. Шипящий, свистящий звук. Он может исходить от некоторых видов посуды. И не обязательно, что она должна быть некачественной. Иногда это происходит и со вполне нормальной посудой. Шум пропадает, как только вы эту посуду снимаете. Ну и по поводу мнения, что варочная панель нагревается. Коллеги, нагревается не сама плита, а посуда, которая отдает часть тепла стеклокерамики. Именно поэтому и включаются вентиляторы, которые охлаждают плиту. Вот несколько слов по поводу устоявшихся мифов, по поводу индукционных варочных панелей. Коллеги боятся этого не нужно. Итак, а вот модели вживую. ICS-608. Индукция, слайдер и особенность металлическая рамка. Рамка алюминиевая, не выступает вверх, практически идет вровень. Защищает от боковых ударов и, конечно же, придает эстетику внешнему виду. И служит идеальным дополнением комплекта с бытовой техникой, в которой фурнитура из металла. ФА-90РЦ. Такая же модель в цвете бронза, структура есть ФА-60РЦ. Идеальное наполнение классики. Структура бронза. Так, это выглядит. Шот-саран стеклокерамика. Раздельное сенсорное управление. У каждой конфорки свой регулятор мощности. Стоп-н-го. И большая конфорка 27 см. Шот-саран. Также для классики индукция ICS-604C. Есть такая модель 608. Японская керамика NEC. Управление под правую руку. Очень удобное. Стоп-н-го. Бустер. Таймер. Блокировка. Все есть. И мои любимые витиеватые линии по периметру. Все это находится под стеклом. Ниппом электроглаз. Просборки. Просборки. РС-663C. И вытяжка над ними. Р600C. Идеальное соотношение цвета. Идеальное соотношение цвета. Белая стекло-ферамика ICS-604W. Ее характерная особенность. Иконки, картинки, надписи. В серебристом цвете. Идеально может дополнить как современный стиль, так и классический. Потому что напоминаю, что под неоклассику, под современную классику идеально подходят белые цвета с серебристой фурнитурой. Идеальное соотношение цвета. Идеальное соотношение цвета. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok